Александр, ну несомненно, ваш поединок с Рашидом это номинат на звание боя года. Это было побоище. Какие у тебя сейчас ощущения? Как ты себя чувствуешь после этого боя? Ну пока все болит тело, потому что мы нанесли много урону друг другу. То есть у нас конкретно была рубка в стойке. Ну, главный бой вечера, люди пришли посмотреть хороший поединок. Я думаю, они остались довольны этим боем. Рашид известен как техналь, это парень, который работает с дистанцией, может работать вторым номером, аккуратно. Ожидал ли ты, что настолько конкурентный бой будет и настолько тяжело придется? Если честно, не ожидал, потому что он никогда так не работал. Он всегда работал вторым номером, где-то так, на лайте все. А здесь он пошел прям в рубку конкретную. То есть тоже хотел победить, хотел тоже меня, как сказать, посадить на пятую точку. То есть, ну, и я пошел вперед. То есть, крутой бой, интересный бой. Ну, я думаю, все остались довольны. А был ли момент в этом боединке, когда ты был на грани, когда казалось, что вот сейчас могу дрогнуть? Нет. Пришлось либо умирать, либо падать в нокаут. Нет. Заднее точно не было. Там уже как пошло. Шел только вперед, разменивался. Понимал, что у него тоже тяжелые удары. Пару ударов я пропустил и почувствовал на себе. Но то, что там дать заднюю, единственное, что травмировал только левую ногу в первом раунде. И она чуть-чуть меня, ну, пришлось немножко перестроиться. Ну, не растерялся, в принципе, на адреналине нормально. Потом уже отпустил их. А что ты начал делать по-другому после этого раунда? Ну, вообще, хотел больше поработать ногами. Побить в корпус, там, в голову левой ногой. Не получилось. Только раз ударил, и все. Я слышал с угла, что они кричат мне ударь левой, ударь. Я понимал, что не могу. Потому что, ну, чувствовал травму. Она чувствовалась в бою. А по ощущениям, какие раунды ты забрал? Сам, не пересматривая бой, как ты думаешь? Вообще, мне сложно. Я каждый раунд, когда садился в угол и спрашивал, как я этот раунд прошел. Я выиграл, не я выиграл. То есть, мне угол говорил, подсказывал. Где-то добавить, где-то что-то сделать. Ну, такие всякие моменты. То есть, ну, контролировал всю ситуацию. Ну, и по ощущениям, после боя, тогда, что тебе угол говорил? Как они тебе, допустим, сказали, там, ты три раунда выиграл, дальше там, уже там, аккуратнее или что-то в этом роде? Ну, мой угол сказал, что я выиграл первые три. А как там судьи будут считать? Ну, мы же сами знаем. Вроде ты выиграл, а потом раз руку другому подняли. Так что тут, ну, честно, я не знал. Было замешательство, и, ну, судьи оценили так. Ну, я рад, что я выиграл раунды. По-моему, четыре к одному, да? Четыре раунда мне отдали один в Рашиду. Ну, там по-разному судьи считали. Кто-то три к двум дал, один судья вообще даже дал ему. Но, тем не менее, да, это была победа. Хоть и раздельным решением, но большинство судей как-то склонились к твою пользу. Две очень уверенные победы, две яркие победы после поражения от Абдулазиза. Тот бой тоже был довольно-таки равным, но ты проделал серьезный путь. Как ты считаешь, достаточно ли это для того, чтобы быть следующим президентом и рассчитывать на реванш? Ну, почему бы и нет? Почему бы и нет? Рашид, Рашид. Абдулазиз 5 ноября. Хакран Диэс, да? Бой, тоже интересный бой. И как он пройдет, тоже. Все говорят, Азиз выиграет. Я тоже считаю, что Азиз выиграет и сильнее. Но бразильцы эти непредсказуемы. Мы видели сегодня бразильцы, как они дрались, и они фору давали нашим бойцам очень хорошую. И как бразилия сейчас подготовится. Ну, это смешанное единоборство. Один удар может изменить все. Так что, несложно сказать. Но в любом случае, я буду готов драться за титул. Ну, приехать на турнир... Да, да. Блин, ну... Выйти в клетку, взглянуть в глаза победителя. Не, ну, это, короче, заманчиво. Ну, я... Все возможно, может, и приеду. На денек, на другой. Но, опять же, как этот бой пройдет раз, второе. Сколько ждать? То есть, ждать год не хочу. Охота оставаться. Ну, понятно, сейчас у меня травмы. Охота оставаться на пике, потому что уже... Все равно... 33-й год и охота вот эти вот года по максимуму. Ну, а вот по ощущениям. А если ты не хочешь ждать победителя пары Абдуллахаба Хакран Диес, с кем бы ты мог сразиться до этого боя? Есть ли какое-то имя, которое тебя интересует? Ну, там Пертея только. Он все мне вызывает уже два раза. Ты готов дать ему реванш? Я готов ему дать его. А если он хочет, давай сделаем. Он хочет меня забороть или там прием сделать. Нет проблем. Поеду готовиться в Осетию. Буду работать с гребблерами и с вольниками. Пускай. Но он мне, наверное, хочет стойки удивить. Вот он последний бой выиграл. Да, там ногами убил. И руки стал высоко держать. Конечно, его нельзя недооценивать. Тоже видно, что он добавляет. Это, как сказать, я заметил такую ситуацию, что я ему перезагрузил карьеру. Реально. Да, там он упал в нокаут, в красивый такой все. И там и ролики, и там. И везде это видео гуляет. Но потом, какого сейчас? Сколько у него? Три победы к ряду? Три победы. Две досрочные, одна по очкам, насколько я знаю. То есть он на хорошем ходу. Так же, как Артем Домковский. Я заработал на нем бонусом. Потом этот бонус себе вернул у себя дома. Так же и пертесе бонус вернул. То есть нормально. Они растут. И мне нравится, что они не опускают руки. Ни в коем случае нельзя опускать руки. Только вперед. Это же хорошо, когда он кого-то вызывает. Без проблем. Ну, допустим, Аплодис выигрывает этот бой 5 ноября. Допустим, что ты будешь готов его ждать. И у вас остается реванш. Что будет по-другому? Что ты изменишь? Все будет по-другому. Все будет по-другому. И в первом бою где-то жалел. Немножко жалел. Сперник или себя? Себя. И тактика может была чуть-чуть немножко такая. Ногами вообще не бил. То есть мой вообще конек это вообще не руки. Мой конек это ноги. И Аплодис, видно, что он ждал эти ноги. Я видел. Он готовился. И он именно ждал мои ноги. Что я буду в печень бить. Но я этого не делал. Немножко чуть-чуть. Ну, чуть-чуть с тактикой мы прогадали. Но я думаю, что этот бой тоже был неплохой. Он был и сюда качели, и туда. Но он выиграл. Считаю, что это заслуженно. Но ты согласился с тем решением? Да. Ну, как можно не согласиться? Если решение вынесли, отдали ему. Если не твою руку подняли, значит ты проиграл. Так что это. Иди домой, восстанавливайся. Соберись мыслями. Сделай правильные выводы. Только работать. Пахать в зале. Делать какие-то там... Допустил ошибки, значит надо над ними работать. И только от этого ты станешь сильным. Ну и знаешь, о чем я хотел сказать? Спросить. После боя ты поблагодарил Артема Резникова. Насколько весом его вклад в твою победу сегодня? Ну, Артем, если честно, он все старается сделать для меня. Для меня даже не побоюсь слова сказать. Он мне стал как брат. Реально. Вот когда я готовился к Пиртее, он мне занять, хочешь я приеду, помогу. То есть сам за свой счет там просто предложил. Я говорю, ну Артем, если у тебя нет каких-то дел, если ты свободен, помоги. Он приехал, вот три недели вместе тренировались. И потом он говорит, когда готовился он к Исофу Рейсову, я к Азизу, он говорит, приезжай в Казахстан, мы вместе готовить в горах поживем, потом спустимся. То есть вольники, пацаны, сборники, тут все будут помогать. Я говорю, ну хорошо. И как-то мы вот так с ними дружились, очень близкие отношения. И сейчас он тоже говорит, приезжай, в горах поживешь там, потренируйся, никто не будет отвлекать. И вот как-то мы вот так с дружились, как братья стали. Но борьбу потянул с ним? Борьбу. Что сущность ты, что твоя навыка, на другой уровень? Ну я думаю, да. Ну мы еще ездили в Осетию, в Осетию к ребятам. Как раз я, Артем ездил, мы хорошо там потренировались, две недельки, вольная борьба. Я вот, если получится, я бы хотел до конца года съездить еще в Осетию потренироваться. Ну там высокий уровень борьбы. Ну и то, что ты пропустил тейгдал, насколько это тебя задело? Нисколько. Сейчас в бою? Нисколько, без проблем. Да, я упал, но я быстро встал. Ну Рашид, он просто не одеяло. Он и сидел и тейгдал, он особо там не удерживает. Если, допустим, взять, когда он Артему проходил. Но Артем просто лежал, гард закрыл, это его коронка. Упасть и все, закрыть гард. Да, да, и лежать, то есть он не встает. И вот, то есть, а здесь мне надо было быстро встать, я не растерялся и стал. Ну а с другой стороны, мне кажется, это комплимент тебе, как ударнику, когда ударник с первой идет в борьбу, это значит, что турстойки преуспевал больше? Да нет, я думаю, что Рашид же готовился, изучал, хотел какой-то сюрприз мне сделать. Где-то понимал, что я точно не буду ожидать прохода. И он где-то раз-раз-раз вроде рубится и тут же раз многие пошел. Ну, не знаю, я не знаю, какую они выбрали тактику и может он хотел мне где-то в последних раундах вообще переводить и там держать, но я был готов. А я голосовое сообщение мне отправил, потому что у нас уже там поздно, я еще не слушал. Он тебе отправил? Да. Но как ты считаешь, он будет доволен этим борьбом? Да мне сложно сказать, ну, наверное, не знаю. Что ж, Александр, не будем задерживать тебя, это был великолепный поединок. Все, я еще хочу сказать пару слов, поблагодарить лигу. Ну, это не кривя душой, то, что лига реально растет, видно, развивается. И предоставлять такие бои, конкурентные бои, не просто, что вот привезли кого-то, да, а вот именно топовые бойцы, топ-стопом дерется, ну, это всегда, ну, круто. Круто смотреть, круто наблюдать, и каждый турнир видно, что, ну, хорошие бои, зрелищные, яркие, и финиши, и нокауты, и, ну, и вот Майорбек Хасиев, да, вот была пресс-конференция, да, там кто-то там как-то говорит, там, да, там что-то не то он говорит, но он говорит правду, правду говорит, и правду говорит в глаза конкретно. Он говорит, что лига у нас там на втором месте, но оно так и есть. Есть турниры UFC, которые не в обиду UFC, но бывает, там ждешь от этого турнира таких боев, а не получается, а есть в лиге, блин, дебютанты такие бои закатывают, то есть приятно смотреть, то есть видно, что лига поднимается, растет, и очень здоровая конкуренция. Я думаю, что желаю просто процветания лиги, и чтобы как можно было больше бойцов и больше конкурентных боев. Субтитры сделал DimaTorzok